Чемоданы наркотиков в Тарумовском районе задержаны подозреваемые в незаконном обороте сильнодействующих препаратов. Увидеть и лично оценить ситуацию на региональном рынке. Президент компании LG Electronics посетил Дагестан и побывал в торговом доме Киргу. Более 3000 новых книг и ремонт на сумму свыше 8 млн. рублей. В столице Дагестана открылась библиотека нового поколения. Полицейские в Дагестане задержали подозреваемых в незаконном обороте сильнодействующих лекарственных препаратов в крупном размере. Накануне сотрудники МВД на федеральном пропускном пункте в Тарумовском районе при проверке багажного отделения автобуса обнаружили и изъяли несколько дорожных чемоданов. Там, предположительно, были упакованы сильнодействующие лекарственные препараты. В результате экспертизы установлено, что это запрещенная лирика, тропикамид и тромодол. По словам водителя транспортного средства, посылка была передана ему неизвестной женщиной для доставки в Махачкалу, где забрать ее должен был молодой человек. Возбуждено уголовное дело. За перевозку нужно было получить определенную сумму денег в размере 100 тысяч рублей. Как часто вы перевозили? Третий раз в час. Три раза. Заказала товар перевозчику в Москву. Ей он должен был привезти лирику. На какую сумму? Полтовар. На 2 миллиона 400. Перевозчику, курьеру, что за это обещали? 100 тысяч рублей. А с товаром что намеревались сделать? Реализовать. Ранее судимы? Да. По каким статьям? 2,7,8. Мощный селевой поток накрыл село в Чародинском районе. Затоплено более 30 домовладений в населенном пункте Хилих. Два дома получили значительные повреждения, а шесть частично повреждены. Около полусотни человек эвакуированы. Их разместили у себя родственники и соседи. В целях безопасности село отключили от электроснабжения. По предварительным данным, пострадавших нет. Самовольную постройку демонтировали в Махачкале. Двухэтажный монолитный каркас размерами почти в 300 квадратов. Был возведен по улице шоссе аэропорта в микрорайоне Новый город. В мероприятии по сносу участвовали специалисты управления архитектурой и градостроительства, а также сотрудники службы судебных приставов по Кировскому району Махачкалы. В результате долгих судебных разбирательств, иск администрации города Махачкалы о признании строения расположенного в микрорайоне Новый город незаконным и о его сносе был полностью удовлетворен судом Кировского района города Махачкалы. В связи с чем, сегодня администрация города Махачкалы организована мероприятие по демонтажу данного строения. Напомню, накануне Салман Дадаев провел координационное совещание по вопросам пресечения незаконного строительства. В ходе совещания глава города отметил, что уже третий год на территории Махачкалы прекращена выдача разрешений на строительство многоквартирных домов. Новый пункт вакцинации открылся в Махачкале на стадионе имени Елены Исимбаевой. В настоящее время там работают четыре бригады из различных поликлиник города, чтобы жители республики могли получить прививку без очередей. При необходимости количество прививочных бригад будет увеличено до десяти. К работе активно подключены и волонтеры медицинского университета. Новый пункт снизит нагрузку на поликлиники, где трудно создать условия, полностью отвечающие эпидемиологической безопасности. Отмечу, что только за последние сутки госпитализировано более 500 пациентов. Вирус все чаще поражает людей молодого возраста. У нас идет рост количества госпитализированных, как с небольничными пневматиями, так и с лабораторно подтвержденным ковидом. Мы, к сожалению, регистрируем увеличение количества случаев летальных от пневмонии и от лабораторно подтвержденного ковида. Поэтому это не может нас не беспокоить. И это все-таки то, что мы сегодня открываем эти пункты, снизит нагрузку на пункты вакцинации в поликлиниках. Новый пожарный пост открыли в селении Кабир Курахского района. Глава района Замир Азиза выразил благодарность правительству республики и МЧС Дагестана за оказанную поддержку в деле обеспечения безопасности жителей муниципалитета. В данном пожарном посту будет работать один обученный штатный сотрудник и 20 добровольцев. Они будут участвовать в тушении пожаров и ликвидации других чрезвычайных происшествий до прибытия основных сил. Напомню, что недавно была открыта пожарная часть в селении Курах, благодаря чему 30 человек получили рабочие места. С рабочим визитом Дагестан посетил президент компании LG Юрий Ром. В аэропорту его встретили представители власти, а также руководство компании Киргу. Глава российского представительства корейского гиганта оценил деятельность регионального партнера Киргу. Подробнее расскажет моя коллега Алина Багилова. Знакомство с деятельностью одного из крупнейших торговых домов Киргу – главная цель приезда Юрия Ро в Дагестан. И этот визит, судя по всему, был не только информационно важным для президента штаб-квартиры в Москве, но и обнадеживающим. Телевизоры, пылесосы и стиральные машины. Консультанты показывают гостю самую востребованную регионе бытовую технику от LG. Среди них и специально разработанная для Дагестана модель стиральной машины. Произвести ее бежевого цвета было пожеланием многих домохозяек. Юрий Ро отмечает, важно увидеть, понять и лично оценить ситуацию на уровне региональных компаний. Предлагая тот или иной товар для определенного региона, мы прежде всего изучаем особенности этой территории. И уже на основании этой информации предлагаем оптимальную для потребителя технику. Практически каждая кухня в Дагестане бежевого цвета и выполнена в классическом стиле. Именно поэтому мы представляем вашему региону бытовую технику бежевого цвета, которая гармонично впишется в интерьер. Хочу отметить, что современный дизайн является также обязательным для техники LG. Отвечая на вопросы журналистов, Юрий Ро отметил, что несмотря на экономическую нестабильность и связанные с ней трудности, компания LG нацелена укреплять свои позиции на дагестанском рынке. Это мой первый визит в Махачкалу. Я изучаю регион для того, чтобы лучше узнать особенности Дагестана. По результатам визита совместно с нашими партнерами мы разработаем уникальные акции, которые будут актуальны для жителей вашего региона. По словам Юрия Ро, тесное сотрудничество с торговым домом Киргу и запуск новых программ поможет реализовать миссию по предоставлению клиентам услуг непревзойденного качества, а также оказывать поддержку своим партнерам в достижении амбициозных целей. В комплексе надо пересмотреть все наши акции. И новинки должны быть обязательно. Я им всегда говорю, у нас у первых должны быть новинки. Для Киргу и LG Electronics это не только годы партнерства в бизнесе, но и время, за которое было реализовано немало совместных социальных проектов. Напомним, что Киргу является единственной компанией в республике, которая имеет прямой контракт с LG. Алина Багилова, Салман Гитихмаев и Мурат Бекпар, зватель канал ННТ Махачкала. Формируем комфортную городскую среду. В Махачкале продолжается реализация федеральной программы по благоустройству улиц. На сегодняшний день в рамках проекта ведутся работы на дворовой территории по улице Абдул-Хакима Исмаилова. Уже выполнены демонтажные работы, установлена плитка и асфальтобетонное покрытие на проезжей части двора. Также частично установлено детское игровое оборудование и уже завезен чернозем для высадки зеленых насаждений. В этом году планируется благоустройство 25 дворов из 7 общественных пространств, включенных в федеральную программу. На сегодняшний день 8 дворовых территорий полностью облагорожены. В Хасаверте начали установку букера для сбора мусора. Для этого были подготовлены контейнерные площадки, установлены железобетонные основания и проведены необходимые сопутствующие работы. Всего на территории города планируется установить более двух десятков подобных бункеров. Первая библиотека нового поколения открылась в Махачкале. На модернизацию детской библиотеки номер один, которая не ремонтировалась вот уже полвека, затрачено 5 миллионов рублей из федерального бюджета и свыше трех миллионов из муниципального. Теперь это не просто читальня, а современный информационный центр, открытый в рамках национального проекта «Культура». Закуплено более трех тысяч экземпляров новых книг более чем на миллион рублей. Здесь созданы и условия для обслуживания детей с ограниченными возможностями здоровья. На открытие библиотеки прибыла Лидия Федякина, замдиректора Департамента информационного и цифрового развития Минкультуры России. Вместе с ней оценили преобразование министр культуры и республики Зарема Бутаева, мэр города Салман Дадаев, начальник управления культуры Махачкалы Фарид Абалаев и директор централизованной библиотечной системы Махачкалы Зулпат Ушанова. Гарантированная медаль. Боксер Муслим Гаджимагомедов вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио. Сегодня утром дагестанский спортсмен единогласным решением судей одолел представителя Германии Амара Абдулджабара. Выход в полуфинал Олимпийского турнира в весе до 91 килограмма обеспечивает Гаджимагомедову как минимум бронзовую медаль. Следующий поединок нашего спортсмена пройдет 3 августа. Соперник – новозеландец Дэвид Ника. Джавриат Алиева – победительница первенства России под хэквондо среди юниорок. Соревнования среди спортсменов до 17 лет проходят в эти дни в Ханты-Мансийске. Воспитанница Махачкалинской спортшколы имени Мирзабекова стала лучшей в категории до 63 килограммов. На этом турнире дагестанка провела 4 успешных поединка. Отметим, что золото первенства страны Алиева выиграла с третьей попытки. В Федерации волейбола Дагестана новый президент. Накануне Минспорта прошли выборы руководителя общественной организации. На должность были выдвинуты две кандидатуры – Алиасхаб Магомедов и Магомед Гайербеков. Они оба ранее работали в структуре федерации. В результате открытого голосования наибольшим числом голосов президентом был избран Магомед Гайербеков. Он является председателем спортивного клуба Дагос-Университета, главным тренером сборной Дагестана по волейболу и имеет звание заслуженного работника физической культуры Республики Дагестан. И к этому часу у нас все. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин